Я поймал момент, пока у меня не работает перфоратор у соседа, и попробую записать сейчас видео. Мы с вами добираемся, наконец, до интересного, будем разбираться с нашими мультибранч-пайплайнами. Это уже такой интересный функционал Дженкинса, приближенный к продакшену. Когда мы имеем с вами различные настройки в различных версиях нашего кода, мы можем эти различные настройки использовать. Сейчас поговорим об этом немножко поподробнее. Как обычно, небольшое вступление сделаем. Поэтому мультибранч-пайпы имеют отношение к нашей системе версирования кода. Обычно мы работаем с гитом, но это не важно. У разных систем версионирования есть свои какие-то термины и понятия. Как правило, есть ветки. Мы с вами с гитом полноценно не занимались, поэтому я вам сейчас дам такую краткую вводную. Но, как правило, те, кто работает в Dio все более-менее, понимают, как работать с гитом. Поэтому я вам просто расскажу, что у нас в нашем гите есть, как правило, несколько веток кода. Например, у вас есть основная ваша ветка, мастер там, вы храните свои коды. И в какой-то момент вы хотите добавить какую-то возможность. Вы создаете какую-нибудь фичер-ветку, то есть отщепляетесь от текущей точки, получаете клон текущего кода. И в нем ведете свои какие-то изменения, развиваете свою какую-то функцию, тестируете ее. Если все получается удачно, вы ее вливаете обратно в мастер. То есть просто вы имеете несколько версий кода. Также вы можете, например, найти в какой-то момент в коде баг, отщепиться от основной ветки, сделать какой-нибудь, не знаю, баг-фикс, убедиться, что он работает, тоже влить его обратно. То есть суть в том, что у вас может быть несколько версий кода. И все эти версии у нас хранятся в ветках. Все, конечно, гораздо глубже и интереснее, но основная картинка у нас такая. И сейчас мы с вами сделаем так, чтобы у нас Jenkins упирался не в одну ветку, как мы делали до этого, мы указывали в какой именно ветке искать Jenkins pipe, а работал в целом с репозиторием. Таким образом мы с вами можем иметь, во-первых, разные Jenkins файлы в разных ветках. То есть вы хотите добавить какую-то опцию именно в Jenkins файл, собрать по-другому, может быть, добавить какое-то тестирование именно в этой ветке. А во-вторых, вы можете одним и тем же Jenkins файлом, если он у вас не меняется между ветками, собирать ту версию кода, которая есть в текущей ветке. Все это звучит немножко запутанно, но сейчас на практике, как обычно, разберемся и поймем. Начнем с того, что для наглядности просто посмотрим на наш Project Template репозиторию в моем любимом Грид Кракене. И вот мы видим в моем любимом Грид Кракене, что у нас есть только одна ветка, мастер, вот она. Больше у нас сейчас абсолютно с вами ничего нет. И, соответственно, у нас есть Jenkins файл в ней. Сейчас мы возьмем наш Jenkins и натравим, опять же, на этот репозиторий, просто укажем другой тип пайплайна. А потом создадим новую ветку, я вам покажу, как здесь это будет выглядеть. Итак, вот он наш родной Docker Build, тот, который у нас не менялся давным-давно, это обычный пайплайн. Мы посмотрим его настройки, и его настройки у нас, если вы помните, мы указывали, какую ветку, с какой веткой работать. Build Trigger и так далее. Вот у нас указано то, что в Brunches to Build используют только ветки мастер. Можем указать еще раз звездочку, он будет, конечно, собирать любые ветки. И в этих ветках он у нас будет искать наш Jenkins файл. Я предлагаю нам сейчас вот это вот все удалить. И создать новый пайплайн. Назовем его также Docker Build. Только это если бы у нас обычный пайплайн. Теперь это будет мультибранч, который будет у нас работать с кучей веток и брать настройки оттуда. Тут то же самое я напишу Docker Build. В Source говорю, что у нас находится на GitHub'е наш репозиторий. Владелец у нас я. И у меня, как у владельца, он сразу показывает не спадающее меню. Вы видите, какие есть репозитории. Он все видит. Говорим то, что репозитория у нас Project Template, наш родной. И вот здесь вот указываем, какие мы будем с вами настройки проверки нашего репозитория указывать. Значит, по умолчанию он говорит... Ну тут, блин, чтобы с этим разобраться, нужно понимать, как гид работает. Я вам это особенно не буду рассказывать. Давайте оставим эти настройки по умолчанию и потом к ним вернемся, когда будем разбираться с ним поплотнее. А сейчас добавим с вами просто поведение добавочной гида, которое мне нужно. Это очищать директорию перед тем, как выкачивать новую версию. Иначе у вас будет накапливаться в директории сборки постоянно мусор. И когда вы будете заново выкачивать репозиторий в эту директорию, у вас там могут результаты прошлой сборки оставаться и получится бардак. Поэтому нам нужно чистить перед проверкой. И также нам нужно обязательно удалять старые директории... Старые ветки. То есть, если у вас... Вот он, Prunstellar. Если у вас в гиде будут постоянно появляться новые ветки в гидхабе, потом их будут кто-то сливать, удалять, объединять, еще что-нибудь с ними делать в дженкинсе, этот весь мусор будет храниться, они там будут все видны. Чтобы этого не произошло, нам нужно выбрать эту опцию. Вообще, я вам дам ссылку на этот плагин, который вот этим всем занимается с гидом, с гидхабом. И вы посмотрите, какие тут вообще опции и что они делают. Ну и теперь можно управляться в конфигурацию. Говорим то, что мы с вами будем использовать дженкинс файл. Дженкинс файл у нас лежит с вами, я все время забываю по какому пути. Дженкинс файл. Докер Билл Дженкинс. Суть в том, что теперь если у нас новые ветки нашего репозитория будут содержать вот этот файл, собственно наш пайп, то эта ветка будет определяться в дженкинсе и этот пайп будет собираться. Вот так мы здесь говорим. Вокер Билл Дженкинс. Так, у нас с вами нет возможности пробросить хуки от гидхаба до нашего дженкинса, о чем я говорил в прошлый раз. Нам нужно будет самим периодически сканировать наш репозиторий удаленный. Точно так же, как мы в прошлый раз делали, мы указывали это в пайплайне. Здесь я в мультибранч пайплайне указываю свою конфигурацию, которая проверяет именно наличие новых веток. То есть это именно настройки сканирования репозитория на наличие новых веток, на удаление старых веток и так далее. Пусть раз в минуту проверяет, на данном этапе нам это нужно. Здесь, как обычно, можем сказать, сколько дней хранить старые какие-то ветки, если они нужны старые. Всегда эти по 4 поставим. Ну, я думаю, больше не будем заморачиваться. Скажем, save. И вот у нас пошло сразу, прошло сканирование репозитория. Вот он проверяет наши ветки, говорит, вот наши есть ветки. Имя мастер. В ветке мастер он нашел наш файл, Дженкинс файл. И сейчас вот он сразу начинает его собирать. Внешне это выглядит в Дженкинсе опять немножко по-другому. То есть он здесь у нас теперь показывает то, что у нас есть мультибранч. Такой книжечкой из закладки на гитхабе, то, что это все находится. И он показывает нам здесь ветки, какие у нас есть. И мы видим то, что сейчас у нас собирается мастер. И вот у нас мастер уже собрался. Мы сейчас пойдем в наш Кракен и скажем, давай создадим здесь еще одну ветку. Назовем ее, не знаю, давайте, Example1. Example1. Вот так вот. Бранч. Страшное название. Ну, что поделать. Вот мы создали эту ветку. Я переключился в нее. И теперь мне нужно внести изменения в код в этой ветке. Все утро работал перфоратор. Я дождался, когда он перестал работать. Только начал записывать видео. И он сейчас опять будет фоном прорываться. Ну, ладно. Вот мой докер файл. Давайте добавим сюда какой-нибудь пакет. Например, вот Bizybox Extras у нас уже был. Давайте добавим. Какой-нибудь PostgreSQL клиент добавим. Пусть будет. Полезно бывает иногда. Возвращаемся в мой Кракен. В Кракене говорим то, что да, у меня появился. Давайте пишем. Edit. PSQL клиент. Проверяем, действительно ли это так. Да, вот новая строчка. PostgreSQL клиент. Камичу. Отправляю на сервер. И теперь мы видим то, что у нас с вами уже две ветки. Вот они у нас локально две ветки. Вот они у нас удаленно две ветки. Master Example Branch. И давайте сразу же, чтобы два раза не вставать, заходим сюда. В нашем мастере еще раз одну создадим ветку. CreateBranch. Нажовем ее Example Branch 2. Я сейчас нахожусь на этой ветке, поэтому те изменения, которые у меня были, только что в Example Branch 1. У меня здесь не видны. Но я хочу сделать немножко другое. Я хочу взять и в этой ветке убрать наш Docker Build. Вот этот вот. Просто возьму его и удалю. Чтобы показать вам, что будет с бранчой, в которой нет нашего пайплайна. И говорю. Remove. Remove. Пайплайн. Не буду указать, какой. Пушу на сервер. И мы видим, что у нас с вами уже три ветки. Здесь даже наш Kraken немножко красиво показывает, что вот из мастера у меня есть одна ветка, из мастера у меня есть вторая ветка. То есть всего у нас три ветки. Идем в наш Jenkins. Смотрим. То, что здесь у нас уже Example Branch 1 начал собираться. Мы можем посмотреть лог сканирования наших репозиториев. И вот он нам говорит то, что у нас с вами... Он проверяет бранчи удаленные. Находит нам две ветки. Вот они. И в первой ветке он в Example Branch 1 нашел пайплайн. И поэтому он с ним работает. Сейчас спустя какое-то время, мы же раз в минуту, по-моему, проверяем. Давайте еще раз сейчас. Ну, как он соберется. Наверное, PS4, конечно, будет долго ставиться. Надо посмотреть, ставится ли он. Да, кстати, кто-то правильно подсказал. Можно на progress bar щелкать, и там будет скорее все видно. Да, тут просто немножко он подальше подольше все ставит. Но уже он, в принципе, пушит. Должен сказать, что у нас сейчас наш пайп не очень разумный. Если мы вернемся смотреть на наш пайп, вот он здесь, он у нас каждый раз тэжит это как latest. То есть в ту ветку, в которую мы сейчас запихнули изменения, в последнюю очередь, эта ветка у нас считается самой свежей. И у нас докер будет каждый раз ставить тэг latest на эту ветку, последнюю собранную. И поэтому у нас, в принципе, сейчас бардак. Нам нет смысла иметь несколько веток, потому что мы каждый раз просто пересобираем один и тот же образ с немножко разными настройками. Логику мы сюда добавим в следующем видео. Значит так, у нас наш example branch все еще собирается. Но я скажу, давай еще раз, отсканируй нам, пожалуйста, репозиторий. Щелкнул. И хочу посмотреть снова репозиторий log. И вижу то, что он, вы видите, в ветке нашей example 1 говорит, я нашел наш пайп, found. Это соответствует критериям, чтобы пайп был на нашем месте. Но он говорит, что никаких изменений в этом пайпе не найдено. В ветке нет никаких изменений. Он на том же самом committee, поэтому он заново не пересобирает. И та же сборка еще идет. И вот наша вторая ветка, example branch 2, в ней он говорит, что мой пайплайн не найден. Это не соответствует критериям настройки нашего multi-branch pipe. Мы там указали, по какому пути какие ветки искать. И поэтому он здесь собирать ничего не будет. Соответственно, у нас сейчас в нашем докер-билде вот такие вот две веточки, и они собираются. Ну, лобби уже собрались, судя по всему, зелененькому. Ну и на гитхабе, если кому интересно, мы можем теперь посмотреть то, что у нас с вами есть вот наши три ветки. Мы можем между ними переключаться и смотреть наши настройки. То есть в нашем example branch 1 у нас абсолютно тот же самый докер-файл, в смысле Jenkins.py без каких-либо изменений. Мы можем здесь что-то изменить и сказать, что, например, вот эту ветку давайте проверяйте реже, например. Или в этой ветке давайте мы будем под другим именем собирать наш докер-имидж. Все, что угодно можем указывать. До тех пор, пока у нас файл называется так, мы можем иметь несколько версий нашего пайплайна в различных ветках и собирать по-разному. А если мы с вами выберем example branch 2, у нас там 404, у нас там нет этого пайплайна, нет этого файла. Поэтому все ожидаем. Итак, мы с вами сейчас потрогали наш multi-branch pipeline. Увидели, как он работает. Суть в том, что у нас может быть в репозитории несколько веток. В каждой ветке могут быть свои настройки. Наш Jenkins проверяет все эти ветки на наличие определенного ключевого файла. Если он его находит, он этот файл выполняет. Сейчас у нас это не имеет особенно никакого смысла, потому что мы пересобираем один и тот же образ с последним тегом latest. В следующем видео мы добавим разум по нашему пайплайну, и уже это все будет работать красиво.